Друзья, приветствую! Снова посылка от Анатолия из Московской области. На этот раз последний образец масла. Это будет Лукойл Авангард Ультра 540 полусинтетическое. Это SL по API, и по оси Е7. Вот описание данного масла. Здесь в описании написано щелочное 956. Описание автомобиля. На сайте почему-то стоит щелочное 11,9. Странная ситуация. Ну и здесь можно, в принципе, на это внимание не обращать. Это образцы, которые уже проверены. Видео есть на канале. Кто захочет посмотреть, сможет найти. Из тех, кто не видел, конечно. Так, вот все образцы. Сейчас нас интересует два образца справа с зелеными крышечками. Первым делом, естественно, я создам эталон данного масла, чтобы проверить, сравнить с ним отработку. Закладываю пару капель. Сейчас прибор намерит спектр. Смотрите, такая спектрограмма. Есть и стеры. Очевидно. Так, сейчас посмотрим, какой уровень. 0,12, может 0,13. Ну, я бы сказал, что это где-то около трех процентов. Высокий достаточно уровень стеров. Далее выбираю это масло. Пункты, по которым будет анализироваться. Лимиты. И посмотрите, здесь вообще какая-то фантастика. Я даже не знаю, как это объяснить. Но относительно Кастрола 0,30 уровень противоизносных присадок 16 процентов. То есть, то ли здесь пакет какой-то другой, то ли это вообще вместо противоизносного пакета решили использовать в Лукойле эстеры. Непонятно. Я затрудняюсь ответить. Я проверял два раза. Ну и все время такой низкий. Ну и, естественно, от такого уровня эстеров, значит, занижены показания щелочного, завышено кислотного. Я тут задумался. Все-таки выставил по заявлениям производителя 9,6 щелочное. Ну и относительно намеренного кислотного тоже его несколько понизил из-за того, что это эстеры. Так, ну, нельзя исключать варианта, что это может быть и какая-то подделка. Не знаю. Ну, слишком низкий уровень. Возможно, какое-то совсем дешевое масло. Хотя и это недорогое. Тем не менее, все. Эталон я создал, сохранил. Значит, проверяем отработку. Это Mitsubishi Pajero Sport 2,5 турбодизель, 116 сил. Объем картера 7,5 литров, 241 тысяча общего пробега. Ну, пробег на масле. Видите, вот часы. Средняя скорость очень высокая, 54 километра в час. Есть расход некоторый. 128 уровень противоизносов. Ну, понятно, да, здесь хотя бы чуть-чуть попадает и уже относительно 16 плюс 28 процентов. Это там плюс 5 начальных. Так, нитрование, окисление. Значит, сажи немного. В общем-то, 0,26 процентов. 266 кислотная. По чуть-чуть подрастает, меньше единицы. Ну, достаточно активно подрастает. Но это противоизноска влияет. И щелочной 7,8 тоже. Еще у масла есть хороший такой запас. Даже несмотря на вот такие показатели. Противоизноска. Ну, понимаете, да, если начальный уровень 16 принят за 100, то 128 это будет около 20-21 начального. То есть, совсем немного надо, чтобы изменились показатели. Ну, и вот смотрите, сравнение вязкости. Здесь практически не изменилась вязкость. Минимальное разжижение. Ну, можно пренебречь этим. Совсем неплохо. Сейчас покажу вам. Да, не забывайте отметить видео. Палец вверх. Подписаться на канал. Нажимайте колокольчик, так вы не пропустите новые видео. И сейчас покажу вам, что получилось по ресурсу. Оценка ресурса. Что было, что стало. Значит, в этих условиях, при этом состоянии двигателя и конструкции двигателя, значит, масло способно. У меня получилось выдержать по мощным нейтрализующим свойствам 17700 километров, что составляет 329, почти 330 моточасов. Значит, нитрование почти 700 моточасов. Ну, и вязкость, видите, там, более 1600 моточасов. Вот, что хочется отметить. Да, достаточно активно нарастает кислотное. Вот, учитывая то, что есть доливка, скорее всего, состояние уже поршневое не идеальное. Хотя, не знаю, может, это и колпачки маслосъемные. Но, возможно, что есть прорыв газов, и они, как бы, ускоряют окисление масла в картере. Так, в общем-то, совсем неплохо. Ну, надо учитывать, что семь с половиной литров все-таки картер крупный. Вот, большой объем масла. Ну, для полусинтетики я считаю, что очень даже неплохо. Хотя, мне кажется, если было бы состояние, если бы не было расхода масла, состояние, ресурс масла был бы повыше. Да, кстати, еще может быть не только маслосъемные колпачки, может еще износ быть на подшипниках скольжения в турбине. То есть, там может подгорать масло. Вот, ну, естественно, кольца поршневые. Естественный износ все-таки уже 241 тысячи километров. Непонятно, в каком режиме. Хотя, вот сейчас 54, очень высокая средняя скорость. Вот такой получился тест. Благодарю Анатолия за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.